Основные индексы Нью-Йоркской фондовой биржи сегодня с утра в красной зоне, в общем-то уже второй день подряд, динамика продолжается на 3-ворд, разумеется, инвесторов. К этому часу индексы Dow Jones и S&P 500 в среднем в минусе на 1,5%, а Nasdaq просел даже более чем на 2%. В общем-то тому несколько причин, тому несколько причин и объяснений. Одна из них, конечно же, это понижение на рынках Китая, что, разумеется, отражается на всех рынках, на европейских, на американском. Опасения связаны с будущим китайской экономикой, частично это имеет отношение к торговой войне, частично к мерам, которые предпринимает китайское правительство, пытаясь урегулировать эту ситуацию, но они приводят немножко к обратному эффекту. Но одним из главных, все же, пожалуй, даже более главным фактором в этой ситуации инвесторы называют настроение Федрезерва. Федрезерв, как известно, собирается в декабре повысить, очередной раз повысить ставку и вероятность этого 84%, она довольно высока. Рынки реагируют на это, в отличие от доллара, который пошел на повышение и укрепился, рынки американские реагируют на это понижением. С чем это связано? Повышение ставки, как правило, приводит к тому, что повышается зависимость компаний от финансов, от живых финансов. Они не держат так много средств в бондах, в акциях. Получается такой незначительный отток, что, разумеется, отражается в падении акций и на рынке. А показатели, по большому счету, на самом деле свидетельствуют о повышении статуса американской экономики, я имею в виду выбор Федрезерва. Федрезерв, как правило, идет на повышение ставок, когда в экономике все более-менее нормально, опасаясь излишней инфляции. Так вот, показатели американской экономики, на самом деле, довольно неплохие. То есть, последние данные о безработице в Соединенных Штатах свидетельствуют о том, что безработица снова бьет рекорды. То есть, в этом месяце, на этой неделе, простите, отмечается подача новых заявок на пособие по безработице всего 3000 заявлений, в отличие от ожидаемых цифр. Другими словами, этот показатель довольно стабилен. Что может привести? Рынок трудовой довольно насыщен. Нет, грубо говоря, нехватки в рабочих мест. Это может привести к повышению заработных плат, к росту инфляции. Федрезерв, как правило, реагирует повышением ставки. В свою очередь, Уолл-стрит откатывает показателями основных индексов. Но, в целом, на данный момент, положение американской экономики, можно сказать, следуя из вышесказанного, хорошее. Но, как долго это продлится и не рванет ли снова очередная рецессия, об этом эксперты не сходятся во мнении.